перемирие будет но просто какой ценой вот это вот важно и важно чтобы это если средства массовой информации могут это донести до людей чтобы они это не то что услышали а чтобы они это осознали пропустили через себя что потом дети будут их расплачиваться за те деяния которые происходят сейчас количество людей готовых вдруг воевать бросив личную жизнь карьеру семьи особенно вот на юго-востоке украины откуда возникло такое количество готовых воевать людей а вот спрашиваю как человек который не готов сейчас братья воевать и при наличии своих там проблем семьи выстраданные так далее вот взять и воевать мы живем блин в 21 веке и такое ощущение что есть категория людей которые тут сказать кто но то не как будто застряли где-то застряли в каком своем развитии в каких своих взглядов и только из-за таких людей происходит все дерьмо в мире когда говорят вот предатели там бандеровцы и так далее бандеровцы не совсем предатель бандеровцы никогда не были за этих а не всегда были против и любым способом хотели освободиться то матрусти любым способом любые способы хороши. Поэтому, если любые способы хороши, вы понимаете, какой глубины там трещина, какой глубины там вражда. Поэтому можно слепить искусственно, склеить, примирить, пенсии дать, я не знаю, свободу там, экономическую свободную зону, но все равно ментальный раскол он всегда был и всегда будет. И этому расколу 2000 лет. Но в перемирие длительное я не верю, а на мир надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok